ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сцен текста, тоже его рук дело, была в топе обсуждений не одну неделю. На кулуарной встрече с челябинскими студентами Клим Шипенко также рассказал о том, как снимал «Салют-7». Эксклюзивное интервью режиссер дал и съемочной группе телеканала «Урал-1». О постельных сценах в кино, российской киноиндустрии и о том, правду ли пишут о режиссере, пойдет речь сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да нет, конечно, нет. Серьезно? Ну как, такой выстрел, как вы говорите, ожидать или спрогнозировать нельзя. То есть были прогнозы сильно скромнее и ожидания тоже. Да. Не-не, это совпадение многих факторов. Чудо. Вы за 2019 год успели снять очень много фильмов. Нет, смотрите, я их снял не за 2019 год, они вышли в 2019 году. Вышли в 2019 году. Снимал я их, ну, где-то в общем и целом год, но с 2018 по 2019 тоже снимал. Текст мы закончили снимать в 2019 году. В марте как раз, где-то ровно год назад. Вот мне сейчас только что пришла напоминалка, что ровно год назад была «Шапка». Это такая вечеринка по случаю окончания съемок. Мы много отмечаем начало съемок, середина, окончание, премьеры. Тарелку бьете в начале, да? Да, да, да. Ну, собственно, год назад мы закончили снимать текст. Именно съемочный период. В том, что он пошел в постпродакшен. Ну да, как-то так. Он тоже наделал текст, он тоже наделал немало шума. Да, наделал. Ожидали? Да. Специально все это делали? Специально поднимали эту стильную тему? Нет, мы просто знали, что это, ну, как бы это совершенно не специально. Случайно она получилась. Нет, 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 история после. Нет, ну, смотрите, то, что хайп поднялся, это, на самом деле, это не мы его поднимали, это люди сами его подняли. Сейчас, слава богу, нам не надо такие вещи делать искусственно. То есть, раньше, мне кажется, скандалы, они или там общественные какие-то там мнения подогревались искусственно. Сейчас уже у всех есть соцсети, и каждый является собственным таким масс-медиа, а насколько он масс, это уже зависит от каждого. В общем, в целом, каждый человек может высказаться по любому поводу, и какое-то количество людей его прочитают, услышат, и, соответственно, с текстом так и произошло. Просто люди начали высказываться, кто-то за, кто-то против, получился такая, как бы, дискуссия, зрители разделились, и они с другими спорили. У меня в соцсетях, у актеров в соцсетях, у себя в соцсетях. Не, не, мы знали, что так будет, ну, примерно знали, как предполагали. Как раз здесь, в отличие от Холопа, мы предполагали, что так будет. Ну, а вы, как режиссер, были рады, что вот поднялась такая тема, не обсуждение самого фильма, а обсуждение именно последней постельной сцены «Сасмос». Очень много было обсуждений фильма, очень много было обсуждений в том ключе, что постельная сцена, как бы, привлекла интерес к фильму. Да, 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 безусловно. Потом люди посмотрели фильм и сказали, а, ну, там фильм же крутой, и не только постельная сцена, а постельная сцена там вообще ни о чем. Ну, в смысле, не про это фильм. Совершенно. Поэтому в этом плане, конечно, я говорил и говорю, что русского зрителя, русского человека очень сложно завлечь в кинотеатр. И особенно его сложно завлечь на российский фильм, потому что мы конкурируем со всем миром, с Голливудом. Голливудские фильмы стоят рядом в мультиплексах. Поэтому как зрителя русского привлечь на наше русское кино? Поэтому здесь любые средства хороши на самом деле. Если обсуждают постельную сцену, значит хорошо. Нет, если постельная сцена, в данном случае мы ее не просто вставным зубом туда сделали, она была нужна, я повторял это много раз. Но если люди, как бы, обратили внимание на нее и пришли на фильм, и получили фильм, они, потому что постельную сцену можно было скачать. Потому что, понимаете, для этого не обязательно надо было ходить смотреть фильм. Постельную сцену очень быстро украли и положили ее в интернет отдельно. То есть, если вы хотели посмотреть только постельную сцену, вы могли ее посмотреть без фильма. Но люди хотели фильм посмотреть. То есть, они посмотрели эту постельную сцену и пришли потом в кино посмотреть. А к чему она была? Я, вы знаете, я не нашла ее. Я тоже был, у меня заинтересовала. Вы плохо искали. У меня не было времени. Нет, ну это не то, что, да, вы вбиваете. Это есть порнографические сайты, куда она очень быстро попала. Я вам потом ссылочки поскидываю этих сайтов, если вам интересно. Ну, мало ли, там, чтобы вы знали, где такие вещи лежат. Вот. Ребята его знают за камерой. Видите, они переговорятся, они говорят, мы-то быстро нашли ее. Да, ну это хорошо, что у вас еще, я вас засмущал. Да, ну вот я как раз из тех зрителей, которые, не то что заинтересовала именно постельная сцена, я потом пришла в кинотеатр, но тем не менее, мне было интересно, а что уж там такого-то наснимали, что столько обсуждений этому. Но, когда я посмотрела фильм, я думаю, там действительно, ну я не знаю, там меньше процента это вот всего занимает, чем сам фильм. Сам фильм меня потряс. Ну вот видите, вот так очень многие люди, как вы, и говорили, и писали. Я очень много общаюсь с режиссерами. Мне кажется, вот мой личный такой рейтинг, либо статистика, если у режиссера идут хорошо комедийные фильмы, либо драмы, вот он как-то, мне кажется, в таком ключе снимает. Вы, стахановец, вы можете, мне кажется, все, у вас и салют 7, у вас и текст, у вас и холоп. Что больше нравится самому снимать, что ближе. И как вообще это получается? Ну они все разные, ну потому что, ну это мой такой способ найти себя. Я не знал, какой я режиссер, когда приходил, когда начал заниматься кино. То есть мне нравились и такие, и такие фильмы, которые я любил смотреть. И хотелось все сразу. И хотелось мне попробовать, и я подумал, ну я правда, я, 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 то есть, наверное, какие-то режиссеры сразу приходят, приходя в кино, они знают, что они драматические режиссеры, или там только комедийные режиссеры, или, я не знаю, еще какие, детективные фильмы, или фильмов ужасов, или фантастику. То есть у меня не было такого ощущения, у меня было много фильмов любимых, мне все нравились эти жанры, я их все смотрел, пересматривал. Мне хотелось их всех попробовать, собственно, и поэтому, когда вы так говорите, удивляюсь, я, для меня это нормально. Для меня такой поиск и путешествие по жанрам абсолютно естественно. Ну, то есть, там вот Спилберг, например, он же снимает совершенно разные жанры, посмотрите на его карьеру, фильм про инопланетянина, детский фильм, и через там не такой большой промежуток времени фильм про Холокост. Серьезнейший вообще драма, разрыв аорты, со слезами и так далее. Ну, видите, ничего в этом, ну, тоже как бы, для него это тоже нормально, потом фантастический фильм дальше. Поэтому Кубрик, они все вот эти вот, ну, не все, но вот эти вот режиссеры, которых я называю, я их много смотрел, и к ним очень хорошо, и с любовью огромной отношусь, занимались этим, такими поисками, путешествиями в кино. Поэтому для меня это нормально. Вы начали, продолжили, вернее, свою династию, ваш отец тоже актер, режиссер. Мне кажется, драматург, вообще он драматург, он не актер, он получил актерское образование, но актером он не снимается и редко очень это делает, и он не режиссер в том смысле, чтобы его знали. Он как раз драматург, причем изначально очень даже специфический театральный драматург. А в Википедии мне сказала. Ведь в Википедии написано, что у меня есть сын Олег, которого нету. Да? Серьезно? У меня есть сын, который зовут Дилан, и он, но не Олег. Олега, насколько я знаю, у меня сына нету. Потому что Википедия врет. Я прочитала, у вас сын Олег и дочь Клементина. Дочь Клементина, да. Есть. Но сын у меня Дилан, его зовут, а не Олег. Поэтому не верьте всему, что пишет Клементина, это, Клементина хотел сказать, Википедия. В Википедии, это же не я ее пишу, это же не я сел и написал. Это там что-то, кто-то, что-то там написал, поэтому нет. Ну тогда еще какая-то неправда про вас написанная? Я не знаю, вроде Википедии, я ее просто не так давно, мне просто несколько человек прислали, говорят, у тебя Олег? Нет, у меня нет Олега. Ну, в общем, нет, я так не могу сказать, что там еще. Ну, короче, про отца он драматург. Все, понятно. Это не совсем это продолжение. Да, я пишу сценарии, но это не... Ну, нельзя сказать, что я не чувствую, что я продолжаю какую-то династию творческую. Но вы уехали в Америку и учились кинопроизводству там. Производству, да. А вы снимаете про русских? У нас здесь русское кино для русского человека. У нас здесь не учат? Учат плохо или нет? Ну... Почему вот туда? Не знаю, для меня это было очень естественно. Я, когда мне исполнилось 14 лет, очень начал много смотреть американского кино, потому что оно стало очень доступно. В 90-х годах появились эти все кучи ВХС на рынках, все перезаписывали, обменивались. Да-да-да. Кассеты были, видеопрокат, засматривали до дыр. Вот, я этим всем занимался. То есть, начал увлекаться, заниматься. А российская, мне кажется, киноиндустрия как раз вот на спаде была. Да, во-первых, российская киноистория была на спаде в это время. Во-вторых, ну, то есть, мне понравилось очень американское кино, жанровое кино. И для меня это было достаточно естественным. То есть, как бы, мне нравится американское кино, я хочу научиться, как его делают в Америке, соответственно. Почему мне нужно здесь учиться, если мне нравится американское кино? Если мне нравилось французское кино, я бы поехал, наверное, попробовал поступить, если взяли, ну, во Францию. И, соответственно, так далее. Но мне нравилось американское, я хотел научиться, как американцы его делают. Но потом изначально хотели вернуться в Россию? У меня не было, я не эмигрировал туда. Я не собирался, то есть, я ехал учиться, то, что называется. Я не ехал туда с ощущением, что я вот, все, уехал. Нет, я каждые, там, полгода на каникулы пролетал в Москву, у меня здесь были друзья, оставались, до сих пор стоят, родственники. Ну, то есть, я не, это не было такой, такая эмиграция, это была поездка на обучение. Вот. Времени остается на то, чтобы смотреть, не знаю, как вы их называете, коллег, конкурентов? Мало. Мало коллег. Коллеги? Да, мало очень, мало. Ну, мало времени, потому что очень много проектов, и сейчас параллельно тоже разрабатывается много проектов у меня. И, к сожалению, мало времени, очень. А был какой-то фильм, который вы посмотрели, и про себя вот так, может быть, не про себя, а вслух сказали, эх, почему его снял не я? Вы имеете в виду русских коллег? Любых. А, ну да, конечно. Мне последний фильм очень понравился «Достать ножи». Не смотрела. Вот, посмотрите, очень классно написанный сценарий, так лихо закручен, детективный, при этом современный, но со всеми традициями агата-кристевских детективов. Мне очень понравилось, как, ну, то есть это очень сложно написать такой сценарий, и он здорово написан, и прекрасно снят, и сыгран. В общем, очень рекомендую. Есть персоны нон-грат, о которых вы ни за что никогда не будете снимать, или о них нельзя говорить? Ну, во-первых, их нету. Нету. Таких вот прям нон-грат-персон, ни с кем у меня настолько отношения не испортились во время съемок или каких-либо еще процессов, связанных с созданием фильма. Конечно, у меня есть актеры, которые мне нравятся, с которыми я бы еще хотел поработать, ну, то есть, а такими, чтобы вот черный список у меня нету, правда. Это хорошая новость для всех актеров, мне кажется. Да, у меня нету черного списка актеров. Что нам ждать в ближайшее время? Какие сейчас фильмы у вас находятся в производстве? У нас, ну, у меня сейчас находится в производстве мой продюсерский проект «Романтическая комедия», более подробно о нем объявится скоро, думаю, что снимать его будем в этом году уже. Планируется мой исторический драматриллер, драматический триллер про последние дни Есенина, «Декабрь», сейчас рабочее название. Так, вот еще один жанр, да? Еще один жанр. В вашей копилку. Да, и тоже в разработке сейчас на написании такая ретро-шпионский приключенческий фильм, комедийный. Это в 2020 году все время? Ну, это вот на ближайшие там полтора года. Также и в разработке несколько, два сериала, которые я буду снимать. То есть много разного. Работы много? Да. И это хорошо? Это очень хорошо. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы, нашли время. Спасибо. Я напоминаю, что главный герой сегодняшней программы – актер, сценарист, продюсер, режиссер Клим Шипенко. Меня зовут Юлия Анфалова. Удачи и увидимся на «Урал-1». Спасибо. Спасибо.